Подосиновики, подберезовики, рыжики, маслята. На рынках стали появляться грибы. Полулитровая баночка лисичек обойдётся в 3 рубля. Килограмм барвиков от 15 до 20. Самые ценные добычей среди любителей тихой охоты считаются белые. Их аромат в блюдах сводит с ума миллионы гурманов с разных уголков мира. Такой трофей может найти только тот, кто вооружится терпением, острым ножом и корзинкой. Сегодня я собираю их, до обеда собираем, на завтра едем на базар. Пользуются спросом, люди покупают. И на супчики, и на картошку. Картошку, наверное, поджарить с рыбами. Собирай, но проверяй. В лаборатории на Центральном рынке ажиотаж. Здесь лесные дыры проверяют на наличие нитратов и радиации. Попадание цезия-137 в организм может привести к развитию раковых клеток. Норма – 370 бекерелей на килограмм свежей продукции. Исследование бесплатное и занимает всего полчаса. Тут же принимают на анализ чернику и даже домашние овощи. Последние – за деньги. В этом году, за седьмой месяц, за июль, у нас 131 проба грибов и 547 ягод. Ещё одно место притяжения опытных грибников – пункты приёма. Сейчас здесь немноголюдно. Засушливое лето испортило малину ходокам. В этом году плантации заметно поредели, не отходя далеко от кассы. Лесные дары принимают прямо возле вокзала. В топе – лисички. За кило – 6 рублей. Черника тоже идёт в ход. Берут за 2,50. Стоимость, правда, может измениться в любой момент. Всё зависит от спроса и предложения. В лесу в любом случае сложно. Мало ли дождь. Если даже жарко, во-первых, это мха, но жара идёт. И выходить тоже очень тяжело. Даже если и ягоду собирать, то же самое. Для дома берём боровички, а так лисички сдаём. Сколько сегодня заработали и сколько собрали? Ну, килограмм, наверное, 7 за день. 50 рублей. После обильных дождей, уверяют бывалые, грибы пойдут. Правда, на эти выходные синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. Погода диктует свои правила. В Могилёвской области запрет на посещение лесов в 11 районах. Температура воздуха днём достигнет 36 градусов. Помните, что в сухую погоду достаточно одной искры, чтобы произошёл лесной пожар. Ни в коем случае не выбрасывайте спички и окурки. Не разжигайте в сухую погоду костры. И помните, что их запрещено разжигать под кронами деревьев и на торфянниках. Кто в лес, кто по дровам. Спасатели ежедневно помогают выбраться из массива заплутавшим грибникам. В Могилёвской области в этом году потерялись 13 человек. 12 из них нашли. 72-летнего пенсионера из Лавгородского района ищут до сих пор. В таких ситуациях спасти жизнь может запас воды, пищи, заряженный телефон и необходимое снаряжение.